Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры! Мы продолжаем с вами исследование Евангелия от Матфея на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами читаем 28 главу. Во проследствии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалена и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь, к женщинам сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес. Как сказал, пойдите, посмотрите место, где лежал Господь». Видим, что по прошествии субботы, на рассвете первого дня недели, приходит Мария Магдалина, то есть это воскресный день. Они по заповеди в субботу остались в покое, как это и предписывалось законам Ветхого Завета, потому что безумием было соблюдать воскресный день до воскресения Христова. И вот после этого дня они приходят ко гробу, чтобы завершить то, что не было завершено, потому что Христос в поспешке был, снятся креста в пятницу, похоронить его до захода солнца. Не были все приготовления, которые тогда делались для погребения в народе иудейском, не было помазания его телом, хотя мы помним, что его уже помазали, когда был разбит алавастровый сосуд и возлито на его главу масло. И он говорил, что не осуждайте женщину сию, она приготовила меня к погребению, потому что, в общем-то, все было исполнено, но, тем не менее, как бы считали Мария и Магдалина, что не до конца. И они приходят к этому гробу, но видят возле этого гроба ангела, ибо ангел Господень шед с небес приступил, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, одежда его была велика, как мы прочитали, устрашившего, стерегущие, пришли в трепет и стали, как мертвые. И ангел говорит им то, что мы с вами произносим в дни Святой Пасхи, что ищите живого среди мертвых. Его нет здесь. Он воскрес. Пойдите скорее, скажите ученикам, ибо что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там его увидите. Вот я сказал вам. И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. И зашли в эту пещеру, увидели, что Христа нет, и первыми благовестницами, в общем-то, были женщины. Это, на самом деле, очень такой евангельский показательный факт, что именно женщинам Христос, следующим за Ним, пришедшим к Нему, говорит, идти и засвидетельствовать о воскресении Христа. Ученикам Христовым, которые, как известно, ради страха иудейского разбежались и заперлись в своих домах. Когда же шли они возвестить ученикам его, сей Иисус встретился им и сказал, радуйтесь. И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Так говорит им Иисус, не бойтесь, пойдите возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня. Радость праздника светлого воскресения Христова. 27 глава рассказывала нам о всех муках и страданиях, которые Христос претерпел ради нас. Так и православному человеку, верующему человеку посылаются и скорби, и страдания. Но Христос говорит, мужайтесь, я победил мир. Как меня, говорит, гнали, так и вас будут гнать. Не бойтесь принимать скорби креста, который есть в этой жизни. Помните, что претерпевшему до конца дам венец жизни. Радостное Христово воскресенье. Наша надежда, наша вера, наша любовь. Тогда говорит им Иисус, не бойтесь, пойдите возвестите. Когда же они шли, то некоторые стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И, собравшись с старейшими, сделав совещание, довольны денег, дали воинам. И сказали, скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали, никак они не могут угомониться. Ну, понятно. Они совершили тяжкий грех. Они осудили самого судью неба и земли. И до конца они не могут, как любой грешник, он вечно бегает, бегает. Вот есть такая пословица, что дурная голова ногам покоя не дает. Я бы сказал, можно ее перефразировать, сказать, что грешная голова ногам покоя не дает. Вечно куда-то летит человек по каким-то суетным своим мыслям, что-то он там все время думает. Как бы замести следы греха своего. Носится из угла в угол. Нет покоя грешнику. Как и Каин. Помните, когда он убивает Авеля, он тоже начинает строить себе город, стены. Боится выходить за эти стены города. Веземь мерещится, что его кто-то преследует. Так и эти, совершив этот страшный грех, стараются замести следы своего преступления. Они думают, что деньги решают все. Берут много денег, как сказано, подкупают этих воинов. Если слух, дальше говорят, слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим. То есть говорят, мы не бойтесь. Не бойтесь, видите, они говорят, не бойтесь лжесвидетельства. Они дают этим людям, которые этого не видели, что Христос воскрес. Они говорят, скажите, что ученики его украли. Это одно из предположений, что эти люди не видели. Эти люди были подкуп, тех, которых просто подкупили. Другое предположение, это те, которые стали как мертвые, о которых сказано. И что за деньги они готовы были и переубедить себя, что никакого воскресения не видели. Сребролюбие, старший грех, страшный грех. Страшный грех, который привел к тому, что Иуда удавился. Они, взяв деньги, поступили, как научены были. И пронесло слово все между иудеями до сего дня. Один из же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. Видите? Поклонились, а иные усомнились. Кто это иные усомнились? В Евангелии от Иоанна подробно описывается апостол Фоме, который сказал, пока не увижу, не уверую. Можно ли сказать, что здесь это был апостол Фома? Нет. Потому что говорится, что одиннадцать. Мы знаем, что один только отпал. Кто же еще усомнился? Трудно сказать. Но, возможно, предположить, что были и другие ученики, те, которые следовали не из двенадцати, возможно, и какое-то сомнение сначала вкралось и в сердца учеников, которые увидели его воскрешенным. Как сказано в послании апостола Павла к римлянам, что сомневающийся не благонадежен для Царствия Небесного. Очень опасно это сомнение в вере во Христа. А иные усомнились. Приближившись, Иисус сказал им, да нам не всякая власть на небе и на земле. Но если чуть вернуться опять по поводу усомнились, сомнения бывают разными. Бывают сомнения Иуды, который полагал всю надежду на сребреники и бросил их, пошел удавился. А бывает сомнение апостола Фомы, который искал подтверждение своей веры. Вот если сомнение такое, как поиск подтверждения своей веры, это сомнение положительное. Да, можно, что-то вот здесь я недопонял, что-то вот здесь не совсем, и это сомнение. Такое сомнение, оно многих людей, тех даже, которые стремились опровергнуть христианство, есть множество историй, стремились опровергнуть христианство, сделало их верующими людьми. Когда они начали знакомиться с христианством, с Евангелием, с Божественным Откровением, они поняли, что факты жизни, смерти и воскресения Христа сильнее их аргументов, которые они приводили против Спасителя и Господа нашего. И вот далее приблизился Иисус и сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Ситого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Господь Иисус Христос отправляет своих учеников даже до края земли. Когда-то он говорил, не идите к язычникам, а идите прежде к побивающим Дома Израилю, теперь говорит, даже до края земли. И мы знаем, что апостолы, каждый пошел в тот удел, который был ему предназначен. Апостол Фома в Индию и в Китай, апостол Матфей прошел многие страны, апостол Лука, евангелист Иоанн проповедовал и в Ефесе. Все апостолы получили предназначение своего миссионерского служения. И из 12, и из 70, главной целью служения церкви было миссионерство. Проповедь Евангелия о Христе умершем и о Христе воскресшем, победившем смерть. Такое миссионерское служение не прекращалось и не прекращается до сегодняшнего дня. Оно бывает более яркое, более сильное, более плодоносное. Бывает с затуханием, с какой-то ленностью, но оно не перестает. Бывает масштабное, вернее, лучше сказать. Бывает, когда есть люди единично несут миссионерское служение, но оно никогда не прекращается. Это заповедь Христова. Так было в имперской России. Стоит вспомнить имена только таких великих миссионеров, как Макария Глухарева и Макария Невского, про святителя Алтая, святителя Николая Японского, апостола Японии, святителя Иннокентия, московского митрополита, создавшего в 1870 году миссионерское общество, где было воззвание, сборы и средств, и необходимость школ для того, чтобы готовить для миссионерского служения людей, которые могли бы способны выйти на Ниву Божию, как сказано, жатвы много, а делателей мало. Были удивительные их плоды, просвещение народов Сибири, Аляски, Алиутов. В 1915 году, между прочим, святителем Макарием Невским был уже проект о том, чтобы создать в Москве институт православного миссионера, высшее учебное заведение. Но годы лихолетия не дали этому продвижения. Мы знаем, что произошло тогда, предательство России. И это было все отложено в долгий ящик. Но, тем не менее, слова Христа Спасителя каждому человеку, каждому христианину, и они звучат для каждого верующего человека. Эти слова, которые Христос дал своим ученикам. «Идите, научите. Все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Продолжение следует...